сегодня мы поговорим об очень интересном феномене об очень интересном комплексе комплекс называется синдром самозванца либо комплекс самозванца давайте сразу с места в карьер и будем разбираться для начала я вам расскажу о тех вещах которые формируют этот комплекс благодаря чему он у нас появляется потому что этим комплексом страдают большинство людей которые добиваются каких-либо результатов как я вначале сказал более умные люди склонны себя недооценивать а более невежественные люди склонны себя считать выдающимися и так погнали что такое синдром самозванца самозванец это тот человек который считает который считает что добился успеха благодаря какой-то счастливой случайности благодаря какому-то чудному стечению обстоятельств такие люди есть если сейчас в процессе просмотра этого утреннего подкаста ты будешь замечать за собой те характеристики о которых я говорю то в конце будет выход как от этого избавляться кому-то будет достаточно просто осознание того что этот синдром есть и ты уже начнешь избавляться от него а для кого-то конечно потребуется волевая работа над собой но суть не в этом суть в том что тот человек который чувствует себя самозванцем на самом деле он только он знает об этом только он это чувствует все остальные люди об этом не догадываются этого не знают и знать этого не могут и второе качество вторая вещь которую считает искренний самозванец что в результатах его успеха лежит тяжкий труд вот два ключевых принципа благодаря которому человек считает себя самозванцем первый принцип это что он добился успеха благодаря случайности а второй принцип что он добился успеха благодаря тяжелой работе но что здесь важно здесь очень важно один момент человек с комплексом самозванца никогда не может оценить свои способности и свои таланты что такое способности способности это то что у вас получается делать хорошо это то что у человека получается делать легко так вот как раз таки человек который страдает этим симптомом этим комплексом он не замечает своих способностей либо он к своим способностям относятся как к чему-то такому как в порядке вещей сейчас в процессе этого подкаста вы мы будем разбираться что же такое что с этим делать идем дальше во что самозванец не верит как раз таки то о чем я только что сказал да самозванец ни в коем случае не верит что его высокие результаты результаты его деятельности это следствие его каких-то способностей или особых талантов в чем это заключается опять же повторюсь тот человек который склонен испытывать комплекс самозванца он не может допустить себе мысль это все находится на уровне убеждений что он на что-то способен а все его способности он как бы обесценивает и это не хорошо и не плохо пока слушаем пока нужно просто принять как данность и еще самозванец ни в коем случае не верит комплиментом и доводом от окружающих то есть если вы будете самозванца хвалить говорить ему искренние комплименты давать ему качественную обратную связь о результатах его работы он будет вас подозревать как будто бы вы ему льстите как будто бы вы ему говорите эти всякие приятные вещи потому что так принято например говорить и это тоже одна из таких характерологических особенностей человека который страдает этим синдромом дальше чего самозванцы опасаются опять же напоминаю что никто не знает что он самозванец кроме его самого поэтому пишите в комментариях если вы знаете таких людей если вы напишите что вы знаете таких людей скорее всего вы напишите о себе смотрите чего он боится и опасается так как он не ценит свои способности так как он не способен на уровне убеждений поверить в том в то что он в чем-то талантлив конечно же самый главный страх и опасения самозванца что его кто-то разоблачит то есть самозванец возьмёт какой-то проект и его не сможет выполнить и вот этот страх разоблачения это наверное один из ключевых и многие люди добившись каких-то результатов очень сильно боятся что они не смогут эти результаты к примеру повторить что тоже иногда выглядит очень забавно со стороны но опять же они стараются чем можно сильнее скрыть вот эту свое скрыть вот это свое неверие в себя они настолько хорошо притворяются в том что они в чем-то компетентные что мы можем легко этому верить хотя внутри у человека очень много неуверенности напишите кстати в чате если вы заметили такое за собой что еще боится и опасается человек у которого есть комплекс самозванца это страх собственного успеха этот страх он обусловлен такими вещами самозванец боится достигать собственного успеха по одной из причин такая причина она заключается в том что если в поле ближнем окружении самозванца условно говоря есть люди которые которых он по внутренним каким-то убеждением не имеет право превосходить сейчас буду пояснять что это значит он будет то он будет саботировать свой успех то он будет стараться на этого успеха не достигать отсюда кстати вырастает еще одна интересная особенность что те люди которые склонны синдром к синдрому самозванца они откладывают важные проекты до самого конца на все на последний день а потом начинают их делать как получится потом по итогу у них получается все хорошо но вот именно за счет того что он боится своего успеха он может как бы саботировать этот успех каким образом давайте простой пример ну допустим в семье где есть муж и жена мужчина и женщина женщина может испытывать комплекс самозванца вот из-за чего ей могут быть очень важны отношения с мужем и если допустим женщина пошла в развитие и пошла заниматься бизнесом и она верит что она может по каким-то показателям перегнать своего мужчину то ради того чтобы сохранить эти отношения хотя она заблуждается что отношения могут разрушиться она может специально понимая это или не понимая это то есть сознательно или бессознательно она может саботировать собственный успех еще самозванцы очень часто могут испытывать чувство вины за свои результаты за за то что они более успешны почему так происходит опять же я повторюсь это происходит потому что они не склонны оценивать свои таланты как этот комплекс вообще формируется дело в том что в детстве что в детстве очень часто бывает такое что родители решили помочь ребенку стать лучше чем они и родители воспитывают ребенка из такого убеждения что хвалить ребенка никогда не надо и что тогда происходит родители радуются успеху их ребенка но ему об этом они не говорят они могут это обсуждать где-то на периферии где-то со знакомыми где-то с кем-то где-то даже хвастаться но ребенок об этом знать не будет и будет просто в семье не не принято хвалить не принято хвалить и вот какая получается интересная ситуация когда человек ребенок растущий что-то накосячил допустим вот берем контекст учебы получил плохую оценку там с чем-то не справился это воспринимается как что-то плохое его за это ругают наказывают лишают там чего-то но если же он получает хорошие оценки там участвует во всяких олимпиадах конкурсах это воспринимается как в порядке вещей его за это не хвалят вот этот комплекс самозванца он как раз таки отсюда и вырастает то есть страх собственного успеха зачастую возникает опять же повторюсь в случае когда ты сам решил ты сам решил что ты не можешь быть более успешным чем кто-то в твоем окружении это прям очень важно и следующее опасение самозванца это перспектива не справиться с какой-либо задачей то есть опять же у самозванца есть такое убеждение что он должен быть лучшим он должен быть лучшим и самозванцы я в том числе такой же самозванец как и многие из вас можем встречаться с вот какой интересной ситуации что когда мы привыкли стараться и стремиться быть самым лучшим и в жизни каждого человека есть такой период то когда когда он маленький или когда он даже там в школе лучший в математике лучшие там не знаю в английском языке лучше по какому-то предмету и когда идет вот этот переход в некий большой мир ну допустим вот у меня есть хороший пример я работал с одной девочкой и как девочкой девушкой женщины можно сказать там 24 25 лет она столкнулась вот с какой проблемой она училась в сельской школе и по уровню эрудиции и развития она была достаточно смышленым ребенком то есть коэффициент айкью у нее был в среднем выше чем у всех учащихся этой школы и проблемы у нее начались на синдромом самозванца когда она как раз таки оказалась в университете потому что там где она была в своей сельской школе условно говоря она была лучше всех всегда она была круглая отличница что говорится да а когда она поступила в университет там собралось много таких круглых отличников и она стала испытывать этот синдром синдром разоблачения она столкнулась другим миром где она может быть не самой лучшей и таким образом начинают развиваться всевозможные страхи и недовольство собой недовольство собой и недовольство своими в первую очередь способностями какие есть следствия какие есть следствия этого синдрома первое следствие да я уже об этом много говорил это неадекватная оценка собственных способностей когда человек просто не может адекватно оценить на что он способен не мог не может оценить своих талантов для ним для человека страдающего синдромом самозванца его способности и таланты это большой пробел поэтому если вы знаете таких людей тем более если вы сам так не сами таковым являетесь досматривайте этот эфир до конца будем разбираться как с этим справляться следующее что еще характерно что еще характерно для человека с комплексом самозванца это не умение радоваться собственным достижением результатом это вообще такой вот прям большой косяк как это проявляется это проявляется ну например представьте что вы делаете какую-то работу какой-то проект делаете 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 год его делаете и вот в конце года там через года вы добились результата которого вам хотелось но счастье от этого результата она не приходит радости от этого результата как бы нет есть просто условно говоря какая-то галочка да что вот у меня этот процесс завершился но вот истинной радости о том что ты целый год впахивал вот этого нет поэтому если вы за собой такое замечаешь то обрати на это внимание и досматривай до конца будем разбираться как это все преодолевать дальше еще одно следствие синдрома самозванца то что те люди которые испытывают этот комплекс они склонны концентрироваться на неудачах да они помнят они больше держат свой фокус внимание на каких-то трудностях они помнят о том как им было тяжело как им нужно было много работать что-то делать там вкалывать но они не помнят о том что у них получалось легко они не помнят о том что чего они в итоге добивались это вот такая вот склонность обесценивать себя и вот этот фокус его стоит обязательно менять а следующее есть такое предубеждение у человека который испытывает комплекс самозванца что если что-то получается легко то в этом нет какой-то ценности практической ну как это знать как это получается это получается опять же из той же самой истории что давайте вот так возьмем двух людей один человек обладает какой-то способностью а другой человек не обладает и вот есть какая-то задача которую нужно решить и человек который обладает способностью к решению этой задачи эту задачу решит человек который не обладает склонностью к решение этой задачи он тоже решит эту задачу но он эту задачу будет решать с трудом а человек у которого есть способность да он ее решит легко и может даже получить удовольствие может даже не заметит как он эту задачу решил так вот человек который склонен к синдрому самозванца он не может оценить свой талант он не может оценить свою способность и то что ему дается легко он как бы не замечает он как бы не замечает и отсюда проблема отсюда проблема что человек с комплексом самозванца не оценивает себя и своих талантов то есть я еще раз повторяюсь я сегодня много раз буду об этом повторяться хорошо и какие же есть проблемы исходя из этого исходя из этого исходя из всего того что я сказал ранее получается вот какая история что человек склонный испытывать комплекс самозванца он ограничивает себя в замыслах либо ограничивает себя возможностях что это значит он не ставит себе большие цели не ставить себе большие цели амбициозные потому что есть страх потерпеть неудачу есть страх оказаться показаться тем что он что-то не способен поэтому он ставит себе скромные задачи скромные задачи в которых он может чувствовать себя комфортно но это как ты понимаешь это тупиковый путь и совершенно не нужно на этом заостряться окей много-много проговорили очень много интересной информации очень многие я уверен заметили за собой комплекс самозванца поделись в комментариях если ты заметил что-то подобное за собой и как это у тебя проявляется а мы перейдем пока к решениям решения на самом деле очень простые сегодня у меня будет прямо несколько домашних заданий для тех кто испытывает этот комплекс уверен что меня смотрят успешные люди стремящиеся к успеху но иногда себя недооценивающие и первый пункт для того чтобы начать двигаться к избавлению от этого комплекса это признать что это есть во мне то есть если ты сейчас досмотрел этот подкаст до этого момента и понял что что-то из того что я говорил она про тебя то скорее всего стоит признаться что это в тебе есть если это в тебе есть просто этому нужно сказать привет я рад тебя видеть я знаю что этого мне есть окей первый шаг это принятие второй шаг это найти наставника и здесь про наставника я скажу так наставник это не психолог и не коуч и это не друг наставник это тот человек который уже добился каких-то более-менее хороших результатах результатов в той сфере в которой ты развиваешься ну как такой классический пример это твой научный руководитель если ты писал какие-нибудь дипломные работы либо научные исследования то должен быть научный руководитель почему потому что это наставник да а наставник это тот который человек который уже чего-то достиг почему это важно тебе важно найти такого человека и связать с ним общение и может быть даже где-то попросить его стать твоим наставником для того чтобы ты мог как раз таки разговаривать о тех вещах о тех сомнениях и понимать что эти вещи они свойственны не только тебе и твой наставник он как раз таки будет тебе рассказывать о том как ему удавалось преодолевать те препятствия с которыми сейчас сталкиваешься ты дальше есть такая техника есть такой инструмент который называется журнал успеха очень рекомендую очень рекомендую брать прямо каждый день брать брать прямо каждый день и хотя бы одну неделю хотя бы одну неделю ввести журнал успеха журнал успеха что значит ты вечером перед сном сканируешь свой день смотришь и записываешь в этот журнал что у тебя получилось хорошо таким образом ты перевоспитываешь свой ум на уровне убеждений хвалить себя и замечать свои успехи потому что успехов у тебя за день больше чем не успехов но если ты склонен к комплексу самозванца то скорее всего ты будешь концентрироваться на неуспехах поэтому журнал успеха тебе в помощь дальше следующий способ который тоже поможет избавиться от комплекса самозванца это научиться собирать объективную обратную связь то есть смотри есть такое правило в маркетинге когда оценивают продукт что 10 процентов отзывов будут жестко эмоционально негативных есть второй момент 10 процентов от отзывов будут очень сильно эмоционально позитивными и вот середина эти 80 процентов это будут отзывы средние без эмоциональные но в целом они будут давать какую-то картину то есть вот на эти 10 процентов то есть условно говоря если ты собираешь обратную связь о своем проекте с 10 человек то один человек может по статистике высказаться жестко негативно один человек выскажется очень сильно позитивно остальные 8 дадут тебе как раз таки ту самую объективную обратную связь и это объективная обратная связь это та обратная связь на которой тебе стоит концентрироваться люди у которых есть синдром самозванца они почему-то концентрируются на тех 10 процентов которые жестко негативные это ошибка это просто такая привычная ошибка твоего мышления поэтому бери на вооружении и собирай объективную обратную связь здесь нужно тебе как раз таки статистика потому что человеку который склонен к синдрому самозванца у него есть вот этот паттерн мышления что он услышал от десятерых человек что все хорошо классный проект и молодец ты выдающийся там и так далее так далее но кто-то один сказал какую-то негативную обратную связь и ты концентрируешься на этом негативе это неправильно дальше что рекомендую сделать еще для выхода из этого синдрома прямо вот на неделю возьми себе заведи вот тетрадку до 1 тетрадка это будет самый журнал успеха а вторая тетрадка будет или половинка тетрадки это блокнот сомнений смотри это то что должно быть у тебя под рукой можешь прямо заметку завести в телефоне каждый раз когда ты испытываешь сомнения тебе нужно записать это сомнение то есть вот ведь с тобой перед тобой стоит какая-то задача неважно простая она или просто какая-то прямо глобальная очень важная для тебя ты ее записываешь эту задачу и начинаешь выписывать все сомнения которые у тебя возникают может быть я недостаточно хорош а может быть я не справлюсь и чтобы мне подумать здесь очень важно откалибровать и словить свой внутренний диалог именно те фразы которыми ты сам себя разрушаешь именно те фразы которыми ты себя загоняешь в синдром самозванца вот фразы сомнений их важно записать когда ты запишешь фразы сомнений задайся вопросом прямо рядом с каждой фразой задайся вопросом а действительно ли это так и постарайся найти факты опровергающие это и в этом тебе помогут твои прошлые успехи и журнал успеха ну и конечно же в завершении это прямо мантра мантра которая разрешающая мантра я ее называю это мантра которая тебе поможет избавиться от этого синдрома манта состоит из трех фраз первая фраза я достаточно хорош либо я достаточно хороша вторая фраза я люблю себя и третья фраза я достоин либо я достойна всего что я захочу что нужно делать с этой фразы эту фразу нужно повторять много много раз за день желательно перед зеркалом как я использую этот инструмент кто был у меня дома тот знает что у меня на зеркале в ванной написано 3 фразы я достаточно хорош я люблю себя я достоин всего что я захочу каждый раз когда я гляжу в зеркало и вижу себя я прочитываю эти фразы я прочитываю эти фразы и это на самом деле очень сильно помогает и воодушевляет дальше если ты живешь не один или ты живешь с людьми которые не поймут этих надписей на зеркале то сделай следующую хитрость возьми на своем телефоне вот я взял специально свой гаджет и сделай обложку рабочего стола точнее обложку блокировки с этими тремя фразами таким образом каждый раз когда ты будешь брать в руки свой телефон ты будешь вспоминать об этих фразах и тут же в телефоне ты можешь включить фронтальную камеру и таким образом проговорить себе эти фразы и так задание на неделю проговаривать много много раз фразу я достаточно хорош я люблю себя я достойно всего что я захочу желательно в зеркало и обязательно вслух я желаю тебе успехов избавляясь от этого комплекса делись в комментариях что у тебя получилось и я верю что очень скоро совсем скоро ты перестанешь себя недооценивать пока